Привет! Хочу рассказать про новый набирающий популярность канал Блог Меланхолика, у которого по качеству в России нету равных. Много полезных мыслей и советов, интересные истории и ситуации, и очень крутой монтаж, а также очаровательный пес Монти. Все это вы найдете на его канале, а главное, видео выходит каждый день. Такого еще нет на русском ютубе. Заходите на его канал и обязательно подписывайтесь. Ссылка в описании. Всем привет, друзья! С вами я, Маша Маева, и это «Прятки в темноте». Это будут необычные прятки, и обо всех подробностях сейчас расскажет мой друг Антон Лав. Блин, ты что-то пугаешь. В общем, друзья, у нас сегодня очень стремные прятки. У каждого будет по 7 попыток, чтобы долбануть по какому-либо объекту, чтобы найти того, кто прячется. В этом видео прячется Антон. Я его ищу. Но если я использую все 7 попыток, я проиграла. Но если я найду за это количество, я выиграла. Я могу прятаться где угодно, в чем угодно и на чем угодно. Прямо сейчас ставьте видео на паузу и пишите в комментарии, найду я Антона или нет. И также не забывайте, что продолжение будет обязательно на канале Антона, там, где я прячусь от него. Раздочь меня найти. Никаких ограничений. Начинаем. Если вы когда-нибудь смотрели «Ходячие мертвецы», то вы знаете, что лучше выбирать вот эту клюшку, чем вот эту биту. Хотя Люсиль тоже хорошая. Люсиль бита-вампирка! Ооо, как я не хочу туда идти. Ладно, я спокойно. Блин. Там везде темно и все заставлено. Какой кошмар. Боже, он же может быть где угодно. Так, напоминаю, у меня 7 ударов только. Ёперный театр. Я видела локацию только при свете дня. Посмотрите туда. Я так понимаю, вот это вход? Фух. Ладно. Погнали. О боже. Какой кошмар, мама. Я надеюсь, он не будет меня пугать. Никита. Никит, ты как пролезешь? Еще аккуратнее, аккуратнее взглянай. О боже, нет. Я не пойду дальше. Это из коробок. Вот это все по звуку можете услышать, что из коробок. Это не диван. Причем это очень хорошее место, потому что туда сложно запрятаться. И я бы потратила на это удар. Но блин, а как вот еще ударять так, чтобы точно проверить, есть он там или нет, и не отбить ему ничего. Давайте раз, два, три. Ладно, его там нет. Значит, сюда можно прилечь, да? Ну-ка. Я чуть-чуть примялась. На самом деле, не так страшно, как я думала, пока не увидела вот эту хрень. Боже, а это что мерцает? Это просто самое криповое, что я когда-либо видела. Хуже кукол. Как будто кишки чьи-то. Вот эта конструкция стоит слишком ровно. И если вырезать у них бока, то там может поместиться в полный рост, в принципе, Антон. Да, Антон! Антон! Ладно, давайте не будем на это тратить удар. Лучше обойдем остальные локации, потому что мы еще не все увидели. Потом, если что, вернемся. Тут я уже привыкла. Мне тут уже менее страшно. Но проблема в том, что он может быть и здесь, вот в принципе... Нет, здесь не может быть. Он может быть вот в этих четырех, как-нибудь скомканно лежать. Он может вообще вот здесь вот быть, в этих коробках, потому что тут тоже есть коробки. Но самое страшное, это, мне кажется, идти вот за эту занавеску, потому что очевидно, что туда и дальше есть проход. Господи! Я первой туда не пойду, иди ты первый. Иди первый ты, я не пойду туда первая. Так, погнали. Ладно, я спокойно. Мне не страшно. Мне не страшно. Блин, тут сразу коробки встречают. Здравствуйте. Коробки. О, блин, что? Почему черное полотно висит? Блин. Телек. Ну... О, господи, боже, я надеюсь, это никого не вызовет. Господи, эта кошка, это ужасно. Это ужасное зрелище, потому что ее видно в полутемноте из-за того, что фонарик камерный светит на меня, и ее глаза меня просто убивают. Можно я ее отверну? Нет, я ее даже боюсь трогать. Вот иди сюда. Вот сюда встань. Посмотри на это. Вот тут вот такое ощущение, как будто полотно выпирает. Тут я не вижу, чтобы он стоял. Тут не похоже, что вывезена картонка. Вот тут вот давайте проверим. У меня осталось еще шесть попыток. Вот тут вот. Готовы? Нет. Я просто решила успокоить нервы. Я первый стук сделала специально для того, чтобы проверить, там он или нет. Хорошо, а если он тут стоит? Давайте тут проверим. Сколько у нас осталось? Я сюда два удара потратила. И еще делала тут удар. Три осталось? Блин, такое ощущение, как будто он там стоит. Все, его тут точно нет. Так, у меня только один вопрос. У меня сейчас что? Осталось всего один удар? Я целая комната? Я не хочу туда лезть. Что это? Ты видишь? Дай на камере посмотрю, что там? Где фокус? Господи. Ладно, давай я пролезу. Кода мы где-то упустили, потому что тут совершенно пустая комната. Суть в том, что это последняя комната, финальная. И я больше не знаю, куда мне потратить последнюю попытку ударить. И по сути, я, скорее всего, проиграла, потому что я не знаю, где прячется Антон. Но я сто процентов... Че ты меня напугаешь? Маша, да я, ты че боишься? Ты дурак, ты меня очень сильно напугала. Ты че плачешь-то? Короче, пока он меня варил, обхлюшку ударил, с меня теперь кровь пошла. Ну, конечно, это не сильная производственная рама, но, блин. Производственная рама, ага. Вот мы и сняли вот эту дичь. Антон, че ты хочешь сказать по этому поводу? Я вообще скажу, что это было просто офигенно. Это было реально очень круто. Мне прям понравилось с нами. Друзья, я думаю, это стоит лайка, это стоит подписки. Переходим на канал Антошки, там продолжение. Если вы хотите еще видеть прятки, но уже в другом формате, не в страшилках, а просто реально офигенные прятки в разных локациях или тоже с коробками на днем, давайте под этим видео мы берем 30 тысяч лайков, и тогда мы продолжим снимать. Если на канале Антошки наберется 410 тысяч подписчиков, то мы начинаем снимать батуты. Так что все в ваших руках, если вы хотите, вы все можете сделать. Погнали! Всем пока! Всех любим! Муа! Муа!